привет всем друзья у нас сегодня с вами очередные полезности и сегодня мы рассмотрим базовый шаг который называется падэ бурэ значит это механика взята из техники балета очень сильно адаптирована и сам шаг падэ бурэ можно встретить во множестве танцевальных стилей и в хип-хопе и в хаосе даже в паппинге да 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 даже в паппинге значит мы не будем рассматривать какие-то тонкие нюансы а посмотрим чистую механику то есть из чего состоит этот шаг значит первая особенность этого шага что полный цикл совершения этого шага это три действия 3 а музыка которую мы с вами слушаем она условно квадратная ну даже лучше более таким научным языком сказать но треки имеют размер 4 четверти что это значит что в каждом такте вы успеваете считать всего лишь до 4 раз два три 4 а действий 3 поэтому работу ваших ног нужно как-то упаковать вот эти три действия в счет 4 окей я думаю вас запутал давайте обо всем по порядку то есть сама механика этого шага падэ бурэ значит нарисуйте перед собой вот по диагонали для нас это квадратик вот эту какую-то точку то есть это та точка куда вы будете выходить вперед окей вот мы стоим впереди и правая нога та нога которая ближе к вот выбранной точке она у нас делает первое действие еще рассмотрите шаг из мы делаем шаг условно по диагонали вышли вперед это раз два делаем вот такое вот скручивающее действие значит поначалу будет хотеться вот повернуться вместе с ногой еще раз посмотрите можно делать так но нам это не подходит постарайтесь все-таки сделать вот такую небольшую скрутку хочу самого начала нарисовали точку перед собой по диагонали 1 2 и 3 10 ножку сопоставили 3 вот эти три действия но если быть более точным это не через три действия возвращаемся через сколько правильно через семь я вру через шесть еще раз теперь левая нога 1 2 3 отдохнули еще раз шаг кросс вместе вперед кросс вместе вперед кросс плечи не скручиваем вместе вперед кросс вместе вперед улыбаемся вместе вместе окей сейчас можно сделать это в потоке четвертей непрерывно не останавливаясь 1 2 3 попробуем 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 чтобы не запутаться продолжайте считать 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 что значит запутаться давайте остановимся будем считать четвертями 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 я считаю музыку но не считаю ноги мне очень тяжело понять где моя нога остановилась и поэтому если мы будем рассчитывать музыку а делать действия непрерывно нам очень тяжело будет объяснить друг другу где мы тут сбились а где не сбились поэтому иногда можно отходить от общих правил считать не музыку а считать действия наши шаги давай через 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 на 1 нога немного вперед выходит 3 1 2 3 и улыбаемся 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 раз т 24 но это медленно да давайте сделаем чуть побыстрее восьмым потоком из два и uno и и раз, два, три, 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 супер, правда? Ничего не понятно, мы сбились, всех запутали. Поэтому давайте пока не будем считать, а просто над самой механикой посмотрим, даже если она будет не музыкальной. Значит, что мы сейчас пытаемся сделать? Мы пытаемся сделать непрерывно много-много вот таких вот мелких действий. Самый, как бы, такой неприятный шаг, это когда вы ногу перемещаете назад, потому что у вас возникают напряжения в мышцах в районе поясницы, которые в жизни мы обычно не испытываем. И вот этот дискомфорт начинает наш мозг перегружать. Медленно давайте еще раз. Шаг, 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 шаг. Окей, это была механика. Теперь вариации. Вариации все в основном здесь, ну, как бы, я бы вам посоветовал упор сделать на их ритмическую составляющую. То есть мы сделали четвертями, а сейчас сразу сделаем ритмический рисунок, а потом уже сделаем восьмые, окей? Итак, рисунок какой? Спартак чемпион. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Окей, встали в исходную позицию. Фулл спид. Ритм. С, три, фо. Спартак чемпион. Раз, два, три и фо. 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 Спартак чемпион. Раз и два, и три и фо. Четверть, четверть, две восьмые четверть. Раз, два, три и фо. Раз, два, три и фо. Раз, два. Молодцы. Раз, два, три и фо. Раз, два, три и фо. Еще раз. Раз, два, три и фо. Спартак. Чемпион. Еще можно рисунок другой сделать. Раз, два, три и фо. Попробуем. Еще раз. Раз, два, три и фо. Раз, два, три и фо. Восьмая, восьмая, четверть. Раз, два, три и фо. Амплитуду меняем. Раз, два, три и фо. Молодцы. Раз, два, три и фо. Раз, два, три и стоп. Итак, друзья, это у нас четвертый полезности, посвященный шагам. Сегодня мы рассмотрели базовый, базовый шаг под названием по де буре. Значит, он действует, напоминаю, делается на три формы, то есть три базовых конструкции, которые здесь участвуют. И мы сегодня в основном делали его через различные ритмы. Какие это были ритмы? Спартак чемпион и раз и два, три и фо. Ну и напоследок, чтобы вам совсем было весело, давайте сделаем такую ритмическую конструкцию. Первый такт это у нас Спартак чемпион. Второй такт это раз и два, три и фо. Давайте просто просчитаем, а потом это сделаем в поде буре. Раз, два, три и фо. Раз и два, три и фо. Спартак чемпион. Раз и два, три и фо. Спартак чемпион. Раз и два, три и фо. Окей. То есть видите, какая здесь заложена, какое сокровище, какая богатая жила, из которой можно выплавить очень много интересного золота под названием хореография. Поэтому не стесняйтесь, изучайте движения, изучайте ритмы. А мы с вами прощаемся и увидимся уже на следующих видео. Всем пис.